Мы с вами сегодняшний день особенно прославляем, вспоминаем, что сделал наш Господь для нас с вами, какую жертву Он совершил. И мне хотелось бы снова прославить нашего Господа за тот подвиг, который Он совершил на Голгофском кресте. Евангелие от Луки, 23 глава, мы с вами будем читать с 33 по 48 стих. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распили его из злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают, и делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, Других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, Если б ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, сей и есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, Если ты Христос, спаси себя и нас. И вот такая ситуация, она действительно кажется очень тяжелой, она действительно такая очень мрачная. Что тут может быть вообще хорошего в этой ситуации? И что тут такого славного в делах Христа? Для меня очень интересно вот эти слова Иисуса Христа в 34 стихе. Это молитва обращения к Богу Отцу. Отче, прости им. И мне нравится размышлять, читать молитвы ветхозаветних праведников, новозаветних верующих во Христа и смотреть, как же Бог отвечал на эти молитвы. Отвечал ли? И есть несколько молитв Христа, которые записаны в Евангелиях, как Христос о чем просил Отца и как Бог отвечал на эти молитвы. И это одна из них. И интересно посмотреть, ответил ли Бог на эту просьбу Иисуса Христа, когда Он молился о своих врагах, которые распинали Его. Отче, прости им. Ответил ли Бог на эту молитву? И интересно, вот среди всего этого зла, среди вот этих насмешек, среди этих издевательств, буквально даже там плевков в сторону Иисуса Христа на Него, то Бог уже тогда начал отвечать на эту молитву. Мы с вами читаем, что злодеев было два. Один злословил, а второй стал его унимать. В сороковом стихе написано, другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мною в раю. И вот тут такая прекрасная ситуация, когда человек возвал к Иисусу Христу. Я думаю, что, возможно, он является первым ответом на просьбу Христа о том, чтобы Бог помиловал, Бог простил бы тех, кто были его врагами. Разбойник. Человек, который получал наказание за свою вот такую разбойную жизнь, которая была жизнью преступления, он преступником был. И он взывает к Иисусу Христу, он пытается его даже несколько защитить, и он объясняет, почему. И в этих словах объяснения и защиты он говорит второму осужденному, мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли. Это уже понимание собственной вины. Вы знаете, это очень сильно отличается от многих людей, которые не видят собственных грехов. Вот все остальные имеют какие-то проблемы, но только не мы. И очень часто говорят, что в тюрьмах сидят одни праведные люди, которые никого не обидели, ничего плохого не сделали, их вот туда посадили, ну просто незаслуженно. Их там оклеветали и так далее. Очень много там таких людей, которые так считают на самом-то деле. Даже вот в тюрьмах есть такие люди, их очень много. И очень много их ходит по нашим улицам. И я с ужасом иногда думаю, что таких людей возможно немало и в наших собраниях, которые не видят собственного, чего-то такого плохого в себе. Они ни в чем не виноваты, они очень хорошие. Вот остальные люди имеют проблемы. И в собраниях их очень много, людей с большими проблемами. Вот они такие, что не видят в себе ничего. А этот человек, разбойник, он делает очень важный шаг к покаянию. Это признание собственной вины. Этот человек видит себя виноватым. И он понимает, что это заслужено. Что это наказание, которое он получает, оно заслужено. И в глазах Бога, и в глазах людей. И этот человек обращается с надеждой к Иисусу Христу. Как мы говорим сегодня, он возлагает свою надежду на Христа. И он это выражает так. Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. Вот тут это обычное дело, когда человек шел на какую-то должность, куда-то выше, на царство свое, возможно. То, конечно, многие люди, которые имели доступ к этому человеку, какие-то там связи, возможно, дружеские или знакомства, просили его. Ну вот, когда ты воцареешься, когда станешь на это место, вспомни обо мне, ну, чтобы мне было хорошо, да, чтобы как-то помоги мне, вспомни обо мне. И вот эту же идею, общее такое понимание, этот разбойник применяет к Иисусу Христу. Говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И эти слова меня тоже восхищают, поскольку тут даже, возможно, больше веры у этого человека, чем у ближайших учеников Иисуса Христа. Вот когда ученики видели Христа распытым, умирающим на кресте, вместе со Христом умирали их надежды на земное царство. На то, чтобы что-то вот рядом со Христом иметь. У этого же разбойника была такая вера, но она выражена в таких словах, когда придешь в царствие Твое. В какое царство мог попасть Христос после креста? Ну, понятно, что не на земное царство он уповал. Он понимал, что это царство Божье. Мы можем так сказать, царство небесное. Вот у этого разбойника была такая вера во Христа, что он воцарится в этом своем небесном царстве Божьем. И он просил его вспомнить о нем, когда Христос воцарится там. И ответ Христа, ну, тоже трогает очень сильно до глубины души. Христос говорит «ныне же». Это слово в нашем языке «сегодня». На наш язык переводя, это «сегодня же ты будешь со мною в раю». Вот это, да, вот услышать от Христа такие слова «сегодня же ты будешь со мною в раю». Кто бы из нас не хотел бы услышать это от Бога, что Бог примет в свое прекрасное небесное царство, в свой рай. И эти слова сказал сам Христос этому человеку. Вероятнее всего, этот человек стал первым ответом на молитву Христа. И Бог таким образом примеряет, прощает и принимает того человека. Ну, для нас с вами, конечно, это тоже хорошая мысль, потому что Писание нам четко говорит, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. И очень много других свидетельств, что мы можем понимать, что мы будем таки с Господом, со Христом. И это наше самое большое желание – всю вечность быть с Ним. И Богом уже отвечено. Это наше желание. Бог свидетельствует через свое слово, что мы будем с Ним. Может быть, не сегодня закончится наша жизнь, у кого-то может быть сегодня. Но когда бы она ни закончилась, мы будем с Ним. И это прекрасно. Это благодаря тому, что делал Христос. Далее мы с вами читаем, что когда Бог отметил смерть Христа, Его страдания особыми знаками, тут померкло солнце, завеса в храме разодралась, 46 стиха написано, что Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказал, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно, человек этот был праведник. И это свидетельство офицера у него в подчинении 100 человек, как мы с вами прочитали, это сотник. То, что он тут видит и слышит, полностью переворачивает его жизненное представление, можно так сказать. Он наверняка видел не одну смерть и не одно распятие. Но вот чтобы так человек умирал, он никогда подобного не видел. Он наверняка видел и слышал проклятие со стороны тех, кого убивали. Да, действительно, это очень мучительная, очень болезненная смерть, и люди очень часто кричат. В этом случае они проклинают тех, которые приносят им такую боль, и, как они считают, несправедливо все это происходит. Но вот так, чтобы человек молился за тех, которые его убивают, он услышал это, «Отче, прости им». И когда вот Христос, последние его слова, «Отец, твои руки предаю, дух мой». То есть он явно видит свидетельство, понимание Христа, что он идет к Богу, что он действительно праведник. Но по-другому, другого вывода этот человек сотник не мог сделать. Это была особенная смерть. Никогда, повторюсь, он такого подобного ничего не видел и не слышал. И другого вывода о Христе, что это праведник, который получил какое-то незаслуженное наказание, он не мог сделать. Он, конечно, не был богословом сегодняшнего времени, но вот то, что он увидел, это было яркое свидетельство о Христе. Интересно, как Лука пишет, что сотник прославил Бога. И эта фраза позволяет мне предположить, что он сделал что-то подобное, что сегодня мы бы назвали покаяние или переход со стороны неверующего человека на сторону верующих, на сторону Божью. Потому что, если мы посмотрим с вами Ветхий Завет, то мы увидим, в чем была разница между людьми. Все люди верили в какого-то Бога. Язычники, конечно, в языческих богов. Израиль верил в живого Бога, Бога Яхве. И мы с вами читаем много таких призывов, особенно в книге Псалтырь. Есть такое слово «Аллилуйя», мы сегодня его так произносим. Но это же «Халлелу Яхве». То есть это призыв прославить Бога, Бога Яхве. И большая была разница, все славили каких-то других богов, Израиль славил Бога Яхве. Господа прославить. И вот это четкая черта, четкое различие, кого славит человек, кого-то иного или славит Бога Яхве. В книге Евангелия от Иоанна есть такая история, когда Христос исцелил слепорожденного человека. И вот фарисеи, лидеры того времени, они буквально, ну можно так сказать, ходят вокруг этого человека. Они задают вопросы ему сначала, потом они не поверили, что он был слепой. Родителей призвали, спросили. Потом опять этого человека, снова и снова, как? Вот как так получилось, что ты теперь видишь? Он отвечает, что человек, называемый Иисус, он это сказал, он сделал таким образом, что он теперь видит. И уже ничего не могут сказать эти религиозные лидеры, но вот что они говорят. Это девятая глава, и они говорят ему, что воздай славу Богу, ибо тот человек грешный. Воздай славу Богу. Видите, тот же самый призыв. Ну буквально, как покайся, потому что тот человек, он грешный, и он тебя заразил своим грехом, он сделал через что-то в тебе, то есть он тебя осквернил. По Ветхому Завету, если что-то чистое прикасается к нечистому, то оно оскверняется, становится чистым. И вот тут этому человеку предлагают, фактически, как мы бы сегодня нашим христианским языком сказали бы, покайся, потому что тебя вот тот человек грехом своим заразил. То есть это призыв к покаянию. Другими словами, то, что я хочу объяснить, что эти слова, сказанные о сотнике, он прославил Бога, вполне могут выразить вот этот переход от язычества к принятию Христа. Насколько это было открыто, насколько это было возможно для сотника. И в таком случае сотник стал вторым ответом на молитву Иисуса Христа «Отче, прости им». Далее мы читаем в 48 стихе «Весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Что это за знак такой, когда человек вот себя в грудь бьет? Я думаю, даже в нашей культуре это понятно. Что это действительно раскаяние, это сожаление о том, что произошло, что сделано. Но вот, увы, вернуть, исправить ничего нельзя. Уже народ, находившийся в том месте, он постепенно подготовлен к последующим событиям. Мы с вами читали книгу «Деяния» «Прошлое воскресенье», «День сошедствия Духа Святого». Мы с вами читали эти стихи. Была и проповедь Петра, «Деяния 2 глава» с 36 стиха и 37. Написано, что «Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». Это Петр обличает израильтян. Что происходит в сердцах людей вот в этот момент? Слыша это, они умилялись сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» 38 стих Петр говорит, сказал им «Покайтесь». Вот снова призыв к покаянию, и мы далее с вами читаем, что присоединилось тогда около трех тысяч человек. Вот Бог продолжает отвечать на просьбу Христа о прощении, о помиловании людей. И уже три тысячи. Далее мы читаем о цифре пять тысяч. И уже далее Лука не употребляет цифры, он просто в общем говорит о большом успехе благовестия. Деяние 6 глава 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». То есть особенным образом умножалось, это большое число людей обращалось к Господу. И даже более того, здесь написано, и священников очень многие покорились верой. Вот эти враги Иисуса Христа, они всю жизнь Его служения ходили за Христом, чтобы где-то что-то выслушать, где-то что-то подкопаться, придраться, как-то найти, выставить Христа, пытались с Ним спорить, как-то Христа унизить. Ну то есть действительно как враги поступают. И эти люди тоже приходят к познанию Христа. И причем это не единичные случаи, и не просто много, а Лука подчеркнул так, очень многие из священников покорились вере. Вот такова молитва Иисуса Христа, вот как она действует, что действительно самые разные слои населения захватывают, большое количество людей, те, которые были врагами Иисуса Христа, приходят к познанию и принятию Христа. И есть в Библии стихи, которые затрагивают нас с вами, потому что эта молитва Иисуса Христа, я думаю, продолжает сегодня свое действие, точнее то, что Бог делает по молитве Иисуса Христа, поскольку Христос на кресте молился о своих врагах, о мы с вами. В каком положении мы, люди, находимся относительно Бога? Я однажды слышал, как благовествовали наши верующие братья, и вот один человек так ответил, а я не во вражде с Богом, я с ним не воевал. Ну вот он так высказался, что он ничего плохого Богу не сделал на самом-то деле. Но это по мнению этого человека. А что говорит Бог через свое слово? Мы с вами читаем в Послании к Римлянам, в 5 главе, 9 и 10 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью, спасемся им от гнева». 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И вот в какую категорию нас, людей, зачисляет не просто Слово Божье, а наши с вами дела, наши с вами грехи, как раз и являются враждой против Бога. И тот человек, который не примирился с Богом, является его врагом, что бы он ни думал. И неважно, сегодня вы очень молодой человек, маленький, взрослый, в преклонном возрасте. Дорогой слушатель, если вы не примирились с Иисусом Христом, вы сегодня на положении врагов Иисуса Христа. Потому что у нас достаточно с вами тех дел, тех слов, о которых сегодня говорилось, которые были, может быть, и не прямо против Бога, но косвенно являются грехом, и также они унижают, оскорбляют, прогнивляют нашего с вами Создателя. И таким образом человек действительно является врагом. Но для нас с вами ободрительная мысль. За нас, врагов, Христос тоже молился. И Он сделал все на этом кресте, и Его жертва действительно настолько сильная, что она и сегодня действует, и она примиряет нас с вами, врагов, с Богом через жертву Иисуса Христа. И действительно, мы, которые были ранее врагами, мы прочитали с вами, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Тот великий план Божий о спасении меня и вас сработал в нашей с вами жизни. И, конечно же, читая эти слова о том, как Христос вот особенно умирал, как Он вместо всяких проклятий, хулений, как Он принимает это действие Божие, этот план Божий, эту жертву, как Он ее совершает, как Он молится за врагов своих, это и нам с вами большой пример. Мы с вами понимаем и читаем Писание, что нам не должно воздавать ругательством за ругательство, а наоборот, это отличный пример, чтобы по-настоящему победить, молясь за наших врагов, вот за тех, которые действительно обижают нас с вами. Я уверен, что наверняка у каждого есть такие люди, которые досаждают нам с вами, которые, может быть, ставят палки нам в колеса или еще что-то иное делают. Ну, действительно, может быть, мы и не назвали бы их врагами вот так четко, но тем не менее, которые очень много нам приносят чего-то нехорошего. И сам Христос и в своем учении, и в своем примере показывает нам с вами, что нам нужно молиться за наших с вами врагов или тех, которые доставляют нам что-то неприятное или плохое. И нам с вами, конечно, хочется прославить нашего Господа, и вот за Его молитву и о нас с вами. И сегодня Он совершает подобное служение. Мы с вами читаем, что Христос является нашим ходатаем. Мы можем так сказать, что Он приносит наши нужды, или, несколько по-другому сказать, тоже, как молится за нас с вами. Он делает это для нас. Он совершил свою жертву, чтобы мы могли ее принять и перестать быть врагами, а стать Его друзьями, Его братьями и сестрами. Тем результатом, который Бог желает, чтобы совершился в нас с вами, чтобы мы были оправданы, чтобы Бог простил нас, и чтобы мы стали Его. И поэтому мы с вами сегодня смотрим на свою жизнь. Мы стараемся удаляться от греха, от того, чтобы быть на положении людей, противящихся Богу. Мы с вами, услышав евангельскую весть, приходим с покаянием к нашему Богу. И поэтому призыв звучит и здесь, в этом собрании, и в других местах. Те, кто еще не примирился с Богом, те еще находятся на положении врагов, а значит, следует принять свое решение. Значит, это очень важно, сделать этот шаг к Богу, принять Христа, Его жертву, попросить прощения за свои грехи и перейти на Его сторону, в Его стан перейти. И давайте сегодня мы с вами будем молиться, прославлять нашего Бога и брать с Него пример, так, как нам с вами должно поступать. Пусть в этом Бог наш будет прославлен. Аминь. Помолимся.